Накануне в администрации города состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. В повестке было 9 вопросов. Среди них реализация планов по профилактике сибирской язвы и ящура сельскохозяйственных животных. Помимо этого, члены комиссии обсудили подготовку к завозу питьевой воды для населения города в паводковый период и профилактику острых кишечных инфекций. План мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории нашего муниципалитета рассчитан с 2016 до 2020 года. В этом году добавился еще и план по предупреждению возникновения и распространения ящура у сельскохозяйственных животных. Члены комиссии затронули актуальный вопрос, который так и остался открытым. Это учет поголовья домашних животных. В Лобот-Нангах есть несколько подсобных хозяйств, где разводят кур, свиней, коз. Но кто будет производить их подсчет и какими нормативными актами это будет сопровождаться, еще только предстоит определить. Принято решение о создании рабочей группы. Делают подборный обход. Делается подборный обход, начиная с 1 июля. 1 сентября это уже все сводится в одну общую таблицу и муниципальное образование владеет информацией, какое поголовье у них есть. Еще несколько вопросов повестки члены комиссии объединили в единой, так как эпидемиологическая ситуация и эффективность мероприятий по острым кишечным инфекциям напрямую связана с обеспечением населения города питьевой водой в паводковый период. По словам заместителя начальника управления ЖКХ и транспорта Игоря Моисеева, работа в этом направлении ведется. И пробы воды в ежедневном режиме направляются на исследование. Рекомендовано им его начать проводить каждый день. Раньше они проводили два раза в неделю, теперь проводить ежедневно. Чтобы нарастающая компонента показала, в какой период начинает у нас преобладать мутность, цветность, начинается появляться полученное железо, маганец. И с этого момента мы начнем завозить уже воду. Предположительно у нас завоз воды должен хватить на весь май месяц и начало июня. Еще одна актуальная тема – бродячие животные, которые являются переносчиками заболеваний, в том числе и бешенства. Главный врач городской больницы Ренат Гатауллин рассказал, что в прошлом году более ста человек обратились за медицинской помощью в связи с укусом животных. Все они были вакцинированы от этого заболевания. Что же касается бродячих собак, то в данный момент реализуется долгосрочный контракт по их отлову. А при необходимости из местной казны будут выделены дополнительные средства. Максим Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».